Здравствуйте, друзья! Сегодня снова у нас гостя профессор Эрик Мушекович Терцаркисян, который 50 лет своей жизни, полвека, посвятил изучению и производству различных аминокислот. Мы сегодня обсуждаем три аминокислоты, это гамин, точнее три добавки на основе аминокислоты, элергенин и элизин. Эрик Мушекович, скажите, пожалуйста, вот сейчас все находятся в такой эйфории, что заканчивается изоляция, открываются все двери, открываются все магазины, все люди выходят на свободу, начинают гулять, общаться, праздновать, ощущение всеобщего счастья. Все думают, что мы отсидели в изоляции, на самоизоляции вирус ушел, и, как показывает практика в других регионах, где это уже провели, что сразу же идет взрыв заболеваемости, взрыв, потому что, ну как, мы сидели, изолировались, вирус начал отступать, мы вышли и опять начали контактировать, опять начали его передавать. Поэтому сейчас, когда снимут меры по самоизоляции, нам очень важно поддержать свой иммунитет. Что вы можете сказать по этому поводу, правильно рассуждаю или нет? Правильно. Но именно эта вот раскрепощенность, которая сейчас у населения, она и приведет ко второй волне вируса, более страшной, чем первой. Потому что будет объем заражений гораздо больше. То есть как бы все устали от мер карантина, они их отменяют, именно в тот момент, когда... У тех, кто пьет эргамин, ну не потому, что мы его производим или там за него голосуем, а просто потому, что действительно, по факту, средство, которое позволяет резко поднять иммунитет. Вы можете не приобретать эргамин, вы можете просто добавиться в этот чат, это совершенно бесплатно, который сейчас транслируется на экране. И вы убедитесь, что это работает, все принимающие этот препарат люди, они действительно реально имеют хороший иммунитет. Поэтому заботитесь о своем здоровье и правильно питайтесь. Итак, тема сегодняшнего видео это COVID-19 и иммунитет. Скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, одни люди болеют, другие люди не болеют. И кто-то, если даже заболеет, в более легкой форме приносит, а кто-то в очень тяжелой. И даже бывает, что молодые люди тяжело приносят, а более пожилые легко. Может ли противостоять каким-то образом иммунитет человека коронавирус? Есть ли какие-то исследования об этом? Конечно. Есть препараты, которые увеличивают клеточный иммунитет. Это что такое? Когда клетка, при проникновении вируса в эту клетку, она моментально разгадывает и выпускает природу и начинает вырабатывать антицепла, которые блокируют молекулы вируса. Это клетчий иммунитет. Вот эти люди, у которых достаточно аминокислот, запасы большие, так сказать, в клетке, то они очень хорошо справляются и не допускают болезней, не допускают заражения нашего. То есть они вовремя уничтожают коронавирус, клетчий коронавирус. Я сам принимаю, и члены моей семьи принимают аргамин. Это добавка, которая представляет из себя один из самых совершенных на сегодняшний день полный комплекс аминокислот. Ну скажите, почему нужно принимать комплексные аминокислоты, а не, допустим, получить какую-то одну или две радикальные аминокислоты? И почему именно аргамин? Ну, дело в том, что должно быть 18 аминокислот именно для того, чтобы синтезироваться белок любого антитела. Если какой-то аминокислоты нет, просто синтеза не будет. И никакого белка, никакого антитела не будет сделано в клетке. А в плазме, в цитоплазме, то есть в жидкости клетки, где там разные питательные аминокислоты плавают, там должны быть 18 аминокислот обязательно. Именно в том соотношении, в котором можно делать белок. Элизин, это добавка направленная на иммунитет. Возникает вопрос, как они между собой взаимодействуют? Здесь в комплексе же есть у нас лизин 515. Почему нужно принимать отдельно? Лизин помогает в борьбе с вирусом. Потому что вирус, он, через гемклобина, вымывает железо, который является основой переноса кислорода в легкие и в организм. А лизин блокирует вирус и не дает железом умываться. То есть он охраняет гемклобин. Вообще в гемклобине 10% лизина. Это очень важно. Поэтому добавка лизина очень хорошо помогает устойчивости этого оргамина и не допускает действия, отрицательного воздействия вируса. Насколько я знаю, проводился эксперимент, что полноценность и эффективность аминокислоты оргамин сравнивали с составом грудного молока матери и детского питания аденон в добавке. Как эталору взяли, самые популярные смеси. Возникает вопрос. В результате оргамин подтвердил, что он более качественный, чем обычная аминокислота? Ну, он напоминает аминокислоты состава грудного молока. Это оргамин. По частоте он соответствует фарбокопейной статье. То есть он по частоте удовлетворяет всем, так сказать, требованиям грудного молока. Мы делали видео с вами, предыдущее, получившее большое количество просмотров, о том, почему обычные комплексы аминокислоты уступают оргамину, что они производятся из растительного сырья, и там состав, скажем так, слабее, меньше действующего вещества получается, да? Да, там больше 25% не бывает в фарбокопе. А здесь сколько процентов? Здесь 92%. То есть можно сказать, что это именно та добавка, которую я использую на протяжении последних лет. Вот с тех пор, как предыдущее видео снимали, я на ней сижу. Результаты вы сами видите. Никто еще и на моей семье пока что не приболел этим вирусом. Но вот такая еще информация поступила, что когда люди страдают от COVID-19, начинается средняя или тяжелая стадия заболевания. Начинается гипоксия. То есть проблема с доставкой кислорода. Кровоток страдает. Нехватка кислорода на лицо. В этой ситуации может ли помочь известная такая добавка, как элиоргинин, который усиливает кровообращение? Или в этой ситуации? Потому что, насколько я знаю, что даже ИВЛ не помогает, потому что проблема не в дыхании, а в том, что наш кровоток уже не обеспечивает достаточную доставку кислорода. Я правильно понимаю? Правильно. Потому что аргинин, он облегчает проникновение даже в самые маленькие капилляры из больших сосудов крови. То есть он улучшает кровоток. И даже самые мелкие сосуды, они снабжаются кровью. Соответственно, одно и все-таки кислород. И одно и все-таки кислород, да. И одно и все-таки кислород вообще, так сказать. И были такие наблюдения, что исследования, что уменьшалась гипоксия. Да. В спорте для этого же используется. В спорте спортсмен испытывает гипоксию при выполнении интенсивных упражнений. И именно поэтому так популярна эта добавка. Да, да, да. Хорошо. Скажем так. Вот если я принимаю эргамин, я могу еще, чтобы еще больше повысить свой иммунитет, принимать резин. В такой последовательности. Насколько я понимаю, аминокислоты лучше принимают с едой, чтобы они усвоились, не вызывая раздражение кишечника, диарея и так далее. А резин можно принимать позже. Или спустя 2-3 часа, когда он будет уже воздействовать на коронавирус. То есть, я понимаю. То есть, мы, чтобы не было конкуренции, чтобы резин не раскладывался на другие нужды, принимаем его, когда уже мы получили в качестве пластического материала для наших органов, для наших мышц, полную, хорошую порцию аминокислот. И уже резин будет использоваться для нужного иммунитета. А аргенин принимать, если уже есть какое-то заболевание, есть гипоксия, в этих случаях? Или можно его принимать профилактически, как вы рекомендуете? Его можно принимать и раньше, и во время гипоксии. То есть, он, ну, конечно, раньше, лучше подготовить сосуды к тому, чтобы... То есть, ты улучшаешь работу своей... Кромосок облегчает. Провеночная система. Да. Преосходно. Убедитесь в этом сами. Пройдите по ссылкам под этим видео. Подкачайся, Сюрый! Сюрый, подкачайся! Подкачайся, Сюрый! Сюрый, подкачайся! Подкачайся, Сюрый! Сюрый, подкачайся! Продолжение следует...